Доброго дня, уважаемые коллеги, с вами консультант решения Верной РФ Сергей Маслёхин. Сегодня я расскажу о таком объекте инфраструктуры, как научно-производственный центр или научно-технический центр МПЦ-НТЦ беспилотных авиационных систем. И, собственно говоря, вы узнаете, чем эта структура, МПЦ-БАС в аббревиатуре, отличается, скажем так, от набора кружков авиамодельного, аэродинамического, электроники, работотехники, там, я не знаю, какого-нибудь Ардуина или что-нибудь в этом роде, а также, допустим, там, прототипирование, аддитивки, 3D-технологии, все это вместе, да. То есть, если мы говорим про аккредитованную вот эту самую структуру, которую государство предъявляет определенные требования, да, потому что оно выдает деньги. По-другому скажу, если вы хотите получить денежные средства на создание такого научно-производственного центра БАС беспилотников, да, вот, то, соответственно, надо пройти аккредитацию и соответствовать определенным требованиям. Вот об этих требованиях мы сегодня с вами и поговорим, да. Так, значит, как известно, регламентирующий документ у нас с вами пока один, это приказ Минпромторга 2201, легко найти его в справочной системе, да. Согласно этому требованию, научно-производственный центр, это некая технологическая инфраструктура, да, еще регулируется законом о промышленной политике. Цель его, чтобы в стенах этого самого НПЦ БАС разрабатывались, испытывались, сертифицировались, серийно производились и выводились на рынок беспилотной авиационной системы. Вот и все, да. Значит, цель его основное создание. Соответственно, эта структура должна быть обеспечена зданиями, строениями, сооружениями, ну и по там приблизительным подсчетам сделана такая отсечка минимальная, не менее 2,5 тысяч квадратных метров должна быть такая штука. Соответственно, статус его прислалит Минпромторг, соответственно, надо аккредитоваться по приказу 2201. Итак, что же по приказу 2201 требуется? То есть, как минимум, как минимум, из четырех существующих типов инфраструктуры, или там, скажем так, центров, объектов, да, научно-производственного центра испытаний и компетенций в области беспилотных авиационных систем, у вас должно присутствовать хотя бы два из четырех тех, которые выделяет Минпромторг, да. Минпромторг выделяет следующее. Лабораторийно-исследовательский комплекс, или ЛИК, летно-испытательный центр, или ЛИЦ, Центр коллективного пользования, ЦКП, и иные объекты технологической инфраструктуры, да. Если первые три по названию, собственно говоря, понятны, раскрывают, но мы еще подробно разберем, то иные объекты технологической инфраструктуры должны служить следующим четырем задачам. Подготовка кадров для отрасли беспилотников, соревновательные конкурсные мероприятия, региональные отраслевые форумы выставки, ну и помощь резидентам для получения различных мер поддержки в рамках нацпроекта беспилотной авиационной системы, да. Это и констанция, и сертификация, и сопровождение, и патентование, и защита, и юридические услуги, и так далее, и так далее. Ну и понятно, что инжиниринговые, технологические, маркетинговые, финансовые, и меры поддержки, финансовые, налоговые, и так далее. Итак, мы сейчас будем подробно разбирать эти самые четыре объекта, да. Вот, я буду последовательно по слайдикам идти, да. Соответственно, вот эти слайдики, сразу скажу, эти все фотографии сгенерировали в нейросетках, чтобы нам не нарушать, не делать, так сказать, конфликт интересов и не нарушать конфиденциальность информации наших клиентов, да. Мы картинки конкретных их проектов выкладывать не будем, мы просто сгенерили в нейросетке шедевру, да, шедевру. Вот, потому что у нас такое правило. Мы никому не продаем и не передаем результаты, ну, конфиденциальной информации наших клиентов, а также их документацию, да. Вот, а когда нам приходится часть документации, разработанной для наших клиентов, передавать органам исполнительной власти или, там, путем участия в каких-то заявках, мы их, скажем так, рафинируем. То есть все существенное, все критичное, чувствительное, щепетильное, да, конфиденциальное, все, что хранится в производственном секретном режиме ноу-хау или в режиме некоммерческой тайны, естественно, это ничего в конкурсную документацию, передаваемую органам власти, не передается, потому что это никаких гарантий, где это вообще может всплыть, да. Вот, соответственно, а вот уже информация, которая появляется в ходе нашей работы с клиентами, она, естественно, никуда никому не передается. Поэтому, ну, вот еще одна из причин, по которой к нам обращаются наши клиенты, они уверены, что наша информация, мы не торгуем информацией наших клиентов, и она нигде не всплывет. Так вот, значит, с чего мы начнем последовательно? Ну, допустим, первый. Лабораторный исследовательский комплекс, ЛИК, научно-производство центра беспилотных авиационных систем. По сути, это кабинеты, специализированные оборудования, инфраструктура, для того, чтобы проводить испытания, исследования, лабораторить. Значит, чем комплектуется лабораторный исследовательский комплекс? Ну, во-первых, наверное, стенды для разного вида испытаний. Какие могут быть испытания? Испытания могут быть статические, например, да, то есть проверка прочности, устойчивости конструкции беспилотника, динамические испытания, которые позволяют оценить поведение баз в условиях, приближенных к реальным полетам, да. Вот, это еще до летного поля, ну, то есть заранее, да, то есть сразу воздух выпускать, это, наверное, преждевременно. Вот, потом есть стенды, где испытываются системы управления, да, то есть стенды, где тестируется программное обеспечение прошивка, да, аппаратура, электроника сами по себе, с залитым, да, и так далее, и так далее. Стенды, макеты, испытательные приспособления. Лаборатории. Какие могут потребоваться лаборатории в лабораторно-исследовательском комплексе научно-производственного центра беспилотников, да. Лаборатория аэродинамики, однозначно, поскольку это все-таки крылья, это все-таки управление, это все-таки поведение в воздухе, да. Аэродинамические трубы, как минимум, ну, и, наверное, некое оборудование для моделирования полетов, чтобы потестировать, там, я не знаю, уклон, сбивку с курса, там, подъем и так далее, и так далее, да. Электроника. Бортовые системы управления навигацией связи в любом случае будут разрабатываться, дорабатываться, тестироваться и так далее, и так далее. Наверное, лаборатория материаловедения, да, ну, в частности, там, что называется, много обрезков проводов и материалов, обточки, напильники, да, вот, отвертки и так далее. В материаловедении, естественно, будут изучаться и тестироваться материалы, которые будут использоваться в конструкции беспилотников. Что может быть в качестве оборудования для испытаний? Ну, наверное, некие системы мониторинга диагностики для сбора данных во время испытаний, системы навигации управления, для тестирования алгоритмов, системы управления полетом, для обеспечения связи между беспилотниками и наземными станциями управления, системы связи, конечно же. Чем характеризуется лабораторный исследовательский комплекс? По площади, да. Может занимать как значительной площади, так и миниатюрной, в зависимости от количества стендов и лабораторий, ну, как правило, несколько сотен, как в равных квадратных метров, да. Значит, мощность этого самого оборудования, поскольку здесь многорежимность, скорее всего, будет использоваться, оборудование, возможно, потребуется для тестирования высоких нагрузок и длительных испытаний, да, то есть достаточно мощный. По точности измерений, ну, как правило, высокой точности, надежность данных, получаемых в ходе испытаний, потому что здесь как раз не пол, что называется, потолок, да, здесь будет очень сильно влиять сантиметры и миллиметры, да, в том числе и в минуту. Так, персонал лабораторно-исследовательского комплекса. Ну, понятно, что инженеры-исследователи, которые занимаются разработкой и в том числе проведением испытаний и анализом полученных данных. Технические специалисты, техподдержка, обслуживание оборудования, да, вот, как правило, там, как это, в бой идут одни старики, пилот-испытатель, летчик-испытатель – это одно, а техник-инженер – это, скажем так, ответственность этого человека наравне с укладкой парашюта. Выпустить в полет заведомо исправные средства, которые способны не только выполнить задачу, поставленную, да, но и вернуть живым и невредимым своего пилота и себя как единицу. Программисты для софта, для систем управления анализа данных, для управления электроникой, конструкторы для проектирования новых образцов, беспилотников, компонентов, да, чем комплектоваться может еще инструменты, измерительные приборы для проведения испытаний, измерений, программное обеспечение для моделирования, естественно, анализа данных, управления испытаниями, да, система безопасности для обеспечения безопасной работы с беспилотниками, испытательным оборудованием, для цели всестороннего испытания беспилотников и так далее, и так далее. Так, это у нас был лабораторный исследовательский, консультационные центры для работ среди, ну, речь сейчас идет не о технической поддержке, не о лабораторной, не о летной, не исследовательской, да, та-то поддержка, она осуществляется в рамках вот этих перечисленных центров, да, трех лиц, ЦКП, ЛИК, вот, а меры поддержки в части юридической, маркетинга, финансовой, кадровой, инфраструктурной, IT-поддержки, может быть, да, вот, базы сведений о грантах, субсидиях, оборудование для ведения переговоров, да, сотрудники-консультанты, например, такие, как мы, по вопросам финансирования и поддержки, юристы для помощи оформления документов, да, вот, потом, допустим, привлекают нас для закрытия аутсорсингом определенных отсутствующих компетенций в части документального оформления НИОКР, в части оценки РИД результатов интеллектуальной деятельности, юридическая поддержка создания объектов интеллектуальной собственности, патентование, например, да, там, разного рода свидетельств на ПО и ВМ, на программно-аппаратный комплекс, на электронику, аппаратуру, включение в реестр российскости, да, ну, то есть, в реестр продукции, произведенной на территории РФ-712 постановления или там, бывшие 878 электроника или телекоммуникации, да, вот, соответственно, оценка уровня готовности УГТ или ТРЛ, для, которые используются для получения мер поддержки в конкурсах, да, вот, соответственно, но, что еще? Юридическая поддержка, бухгалтерская поддержка, сопровождение в конкурсах на получение субсидий, сопровождение в процедурах на получение налоговых льгот, разного рода аккредитации, внести ПО в реестр Минцифры российского ПО, аккредитовать IT-компанию при Минцифре, внести, как уже сказал, продукцию в реестр продукции, произведенной на территории РФ, аккредитовать дизайн центра электроники, аккредитовать центр инжиниринга, допустим, там, при Минпроме, да, получить субсидию на Ниокр, получить субсидию на, ну, допустим, на те же самые пилотные партии беспилотников, да, тавтология такая получается, пилотные, имеется в виду тестовые, да, которые проходят тестирование, это еще опытно-промышленная эксплуатация, вот, потом, значит, получить льготные займы или льготные лизинги на оборудование для беспилотников, или, например, да, вот, или на сами беспилотники, что еще здесь может быть на проналоговые льготы, уже помянули, гранты на Ниокр, например, там, по линии фонда поддержки или Минцифры, Сколково, Эрфорит, СПИ, Бортник и так далее, и так далее. Помощь в проведении анализа рынка, помощь в продвижении продукта, помощь в разработке сметы проекта, помощь в создании технического задания в написании, помощь в создании программной методики испытаний, помощь в разработке и доработке календарного плана, сметы, бизнес-плана, да, вот, соответственно, вот на такие аутсорсинговые услуги подряжают наших консультантов, экспертов решения верной РФ. Я уже не говорю о том, что нас подряжают и есть у нас компании-партнеры, которые являются членами СРО, которые профессионально разрабатывают мастер-планы, проектно-сметную документацию, архитектурно-планировочные решения, сметы, вот, соответственно, они уже по своим компетенциям, например, работают, мы с ними в паре работаем при создании проектов технопарков, промышленных парков, особоэкономических зон, промышленных кластеров, технопарков в сфере высоких технологий, экотехнопарков, агробиотехнопарков, промышленных, индустриальных парков, разные специализации, вот, в том числе продвижение этих инфраструктурных объектов на федеральном, региональном уровне и помощь в получении господдержки для девелоперских компаний, управляющих компаний и их резидентов. Обращайтесь к нашим экспертам за услугами под видео, да, в принципе, вот и на видео есть данные сайта решения Верной РФ, обращайтесь, подписывайтесь на наши ресурсы, на Рутуб канал, Ютуб канал, Телеграм канал, посещайте наш сайт, смотрите новости, удачи вам в реализации ваших проектов, с вами был консультант решения Верной РФ Сергей Маслёхин, удачи вам в реализации ваших проектов и те, кто занимается беспилотниками, те, кто занимается инфраструктурой, становятся резидентами там особоэкономических зон, кластеров, промышленных парков, обращайтесь, поможем, чем сможем, экспертиза у нас богатая, где-то с 2010 с 2011 года мы начали специализироваться на этой теме и опыт накопили достаточно большой. Мы держим руку на пульсе практически на всех мерах господдержки для бизнеса, разбираемся во многих аспектах, жизнь заставила нас приобрести разные компетенции, несмотря на то, что начинали мы с финансово-экономической и маркетинговой, соответственно, есть и юристы, есть и технические сотрудники, с техническими компетенциями можем решать многие смежные вопросы, помимо грантов субсидий, налоговых льгот, возникающие в процессе и кадровый, даже документ оборот, помогаем делать должностные инструкции, трудовые договора, сметы разного рода, экономические расчеты, что только нет, раздельный учет формируем, управленческий учет для этого условия, как правило, для грантов субсидий, для налоговых.